Приветствую вас, друзья! С вами Хвилл, как всегда, и тут такое дело, знаете, у меня на самом деле, почему не было давно видео, дело в том, что у меня штатив сломался, и он сейчас держится на изоленте и честном слое, друзья мои, поэтому если вдруг камера упадет, знаете, штатив опять накрылся. Ну, это видео я записываю специально для того, чтобы продемонстрировать вам новое пополнение моей коллекции Лего Техник, это модель 42045, вот такой вот гоночный катер, как его называют гидроплан официально, собственно говоря, модель небольшая, всего лишь 180 деталей, но посмотрите, насколько же она крутая. По моему мнению, это одна из самых классных моделей 2016 года, пусть у нее не так много деталей, всего лишь 180, но посмотрите, какой крутой у нее дизайн. На самом деле, эта модель является преемником, преемником модели 42002, которая у меня тоже была, посмотрите, это Hovercraft, собственно, все то же самое, принцип работы тот же самый, вот здесь вот показано, да, что работает двигатель, крутится винт, вот, и вот модель 42, вот такая вот была. Сейчас она у меня в разобранном виде, поэтому показать, к сожалению, не могу. Ну, собственно говоря, давайте посмотрим на нее вживую, правда? Ведь всем интересна именно живая модель. Посмотрите, как же круто она выглядит. Мне очень нравится ее дизайн. Вот эти вот наклейки, которые на самом деле являются одним большим геморроем, это действительно так, их клеить, это сплошной ад и мучение. Но, кажется, мне удалось сделать это почти идеально, друзья, посмотрите. Это идеальный переход от этой черной полосы сюда и на кромку, собственно говоря, очень здорово мне удалось наклеить. Я прямо очень горд этим, потому что это, поверьте, занятие далеко не для слабаков. Дело в том, что скилл по переклейке кубов все-таки дает о себе знать, и это вот сказывается на таких вот вещах. Как мы видим по форме, эта модель напоминает гоночную лодку. Действительно так. Такие существуют в реальности. У нее имеется вот здесь вот рядный четырехцилиндровый двигатель, который у нас связывается непосредственно вот здесь вот с ведущими колесами. В общем-то, все как и в 42.002 было. Даже механизм примерно такой же. И видим, что колеса вращают вот эту вот шестеренку. Сейчас поближе покажу. Вот эту вот шестеренку. Шестеренка вращает коленвал четырехцилиндрового рядного двигателя. Также здесь насажена шестерня на 24 зуба, и она идет к маленькой шестерне, которая вращает вот этот вот винт. Собственно говоря, это все по функциональной части этой модели. То есть, больше здесь никаких других функций нет. То есть, мы катаем лодку, и работает вот так вот рядный движок. Поршни ходят туда и сюда. Но я купил эту модель не столько из-за функциональной части, сколько из-за вот этих вот панелей, которые мне показались, они должны были быть вот такими короткими, а на самом деле вот такие длинные. И на всех фотографиях мне казалось, что они короткие. И я, собственно говоря, купил эту модель с точки зрения практического смысла впустую, но она настолько крута в своем дизайне, что я уже перестал жалеть о том, что ее купил. Особого внимания заслуживают вот эти вот новые детали, которые представлены здесь выхлопными трубами. Вот такие вот коннекторы 2016 года. Очень-очень крутые трубки, которые очень идеально вписываются в этот вот 4-х слиндровый движок. Также здесь в наборе присутствуют вот эти вот новые панели, которые у нас появились не так давно. Ну, собственно, здесь из них сделан вот такой крутой спойлер. Также здесь имеется пара вот таких флексов гибких осей, которые у нас символизируют кабину. Сейчас сфокусируемся. Вот. И, собственно говоря, такой вот катер. Конечно, не хватает здесь переднего антикрыла, но ничего страшного. Это все-таки модель LEGO. И небольшие неточности для нее, в общем-то, характерны. Особенно для такого маленького масштаба. Модель, конечно, недорогая. Она стоит всего лишь там 15 долларов каких-то. И за эти деньги мы получаем отличный набор панелей, рядный 4-х слиндровый движок, пару колес небольших, несколько тонких планок и, собственно говоря, большое количество белых коннекторов вот такого типа. Вот. То есть лодка, она сама по себе очень классная. Она здорово будет смотреться на полке. И самое вот крутое, что в этой лодке есть, это реально наклейки. Это одновременно самый большой плюс и самый большой минус, я считаю. Потому что наклейки, они яркие, красочные, голубые, очень стильные. И прямо-таки смотрится, как эта лодка мчит по воде. Но, подчеркиваю, наклеить их будет очень и очень непросто. Учитывая, какого у меня зрения, я потратил на это, наверное, минут 15. И результат, как вы можете видеть, на лицо. Все практически идеально. Это, подчеркиваю, сделано будет крайне непросто, друзья мои. Ну и все, наверное. Больше по этой модели рассказывать особо не о чем. Как я уже сказал, одна из самых классных моделей 2016 года. Несмотря на ее ограниченный функционал. Но по дизайну это действительно так. Поэтому на этом, наверное, можно и закончить. Всем спасибо за внимание. С вами Билл Фил. И ждите еще одно видео, которое будет посвящено уже немножечко другой теме. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.